Друзья, я всех приветствую! Находимся на родном мире, Криминальная Россия, сервер номер один. Прямо сейчас я нахожусь у себя дома. Но это, к сожалению, мой прошлый дом, потому что на самом деле мой дом был продан государством вот этим вот ребятам, которые пригласили меня к себе, а меня посчитали утонувшим беглецом, который сбежал из тюрьмы и неудачно уплыл от полиции. И, в принципе, становится понятно, почему тогда не было тщательных поисков по метрополитену. В общем, посмотрите прошлую серию, кто не смотрел, как я сюда попал. Но я пока ребятам ничего не рассказываю. Кто-то говорит из вас, что давай, расскажи им всю правду, расскажи, кто ты есть, кто ты на самом деле, что с тобой случилось. Расскажи им, что ты беглец. Но я пока этого делать боюсь, потому что они, ребята, серьезные и в любой момент могут просто взять меня, друзья, и пристрелить. Я хочу хотя бы понять, что они себя представляют. Кто это семья Шелби? Как они себя могут повести? И, наверное, надо еще хотя бы немножко войти в доверие. И тем более они мне хотят еще что-то показать. Нужно выяснить полностью все про их семью. И когда я уже буду знать каждого из них, в этом случае я могу уже признаться и что-то рассказать. Потому что неизвестно, как это повлияет на меня. Именно поэтому, друзья, мы продолжаем пока знакомиться с семьей. Более того, они хотели меня приодеть. И сегодня, друзья, день, когда мы поедем в магазин одежды. Но вы должны, друзья, были заметить наверняка, что у них есть свой стиль. Этот стиль не похож на стиль прошлых. Моих друзей воров в законе всем стать. Опять, что ли, Томас? Томас идет, походу. Идет главный, друзья. Главный спускается. Вот он, Томас Шелби, которому мы все, по идее, должны подчиняться по заверениям Джона. Джон, я так понимаю, его заместитель, что ли? Садитесь. Спасибо. Спасибо, Томас. И это действительно выглядит все серьезно. Почему он до сих пор не переодетый? Я сейчас собирался ехать. Джон, отвези его в магазин за новой одеждой. Он позорит нас. Да в смысле позорит? Вы меня сами сюда пустили, Томас. Вы ничего не перепутали? Вы меня сами сюда пустили. Сейчас говорите, что я позорюсь. И ушел. Просто, просто почувствовал запах бомжа, друзья, по всей видимости. Я не знаю. Спустился сказать, что вы меня отвезли. И все, ладно. Ладно. Я готов. Я лучше вообще дерзить ему не буду, друзья. Я не знаю, на что он способен этот человек. Но выглядит он чересчур серьезно. Ребят, ну неужели я действительно вас позорюсь? Скажите, пожалуйста. Блин, Томас. И не забудь показать ему то самое место. Ой. А, то самое место, от которого я буду в восторге, как говорил Джон. Тоже интересно посмотреть. Окей. Я честно скажу, я в восторге от этого места. Был. В тройном восторге. Поскольку, учитывая, что это был мой дом, я был немножко шокирован. В такой одежде, да. Вставай. Едем в магазин одежды. Ладно. Хорошо. Ну, я так понимаю, друзья, учитывая их стайл, я думаю, что мы, наверное, подберем что-то, но похожее. И мне действительно близок этот стиль. Хотя у меня был до этого, в принципе, похожий стиль. Да. Что-то было похожее. Сейчас же, друзья, я так понимаю, мы что-то возьмем такое же, но только по стилистике. Уже с пиджачком. Пиджаки хочу. Допустим. Ну, почему бы нет? Пиджак я бы взял такой же. Но он больше похож по стилистике, наверное, на... На кого? На нашего босса. Скорее всего. Да. То есть есть схожесть такая. Пиджаки, вот эти штаны и так далее. Откройте, пожалуйста. Или нет? Спасибо! До сих пор! Слушайте. Но я не такой важный человек. Я не знаю, зачем мне сейчас открыли дверь. Я вроде не такой важный. Видимо, пока что меня еще до сих пор. Но я в стадии принимания. Меня пока сейчас принимают в эту семью потихонечку. И мне еще, как-то видите, меня переодевают. Меня возят. Мне открывают дверь. Как только я официально... Ну, я, видимо, еще не прошел этот этап. Как только я официально вступлю, мне уже дверь открывать никто не будет. Я буду открывать двери, скорее всего, таким новичкам. Потому что говорил Томас Шелби в прошлый раз, что он собирается собирать людей. Да? Большую. Строить братву, которая будет под себя подбирать бизнесы. И все такое. Готов увидеть свою новую одежду. Если бы ты знал, Джон. Ведь я уже сколько времени хожу в этой одежде бомжа. Хотя вы, наверное, думаете, что я с рождения бомж. Но это не так. Это не так. Но когда-нибудь они узнают, друзья. Понятное дело, что я не могу скрывать это всегда. Всегда. Ни в коем случае я не буду скрывать это всегда. Я рано или поздно... Ни хрена себе перестрелочки. Криминальная Россия. Чего вы хотите, детка? В общем, рано или поздно я им расскажу. Я им обязан буду рассказать. Потому что если они будут моей братвой... Да, если они будут моей братвой. То я не могу от своей братвы что-то принять. А они сейчас, по идее, меня поднимают с колен. И это самое главное. Спасибо, как говорится, Джону за это. Но как я и говорил, друзья, в прошлый раз уже, что у них есть деньги. Что они серьезно настроены. У них есть крутые машины, как минимум. И это все очень здорово, на самом деле. Поэтому, друзья, я вас прошу относиться к ним с пониманием. Надеюсь, тут будет что-нибудь для меня. Хотя, честно говоря, по магазину не скажет. Джон, ну и куда ты меня привел? Заходи, выбирай. Да из чего я тут выберу? Единственное, что я могу тут выбрать, это портфельчик себе к первому сентября. И футболочку, чтобы учительница не наругала какую-нибудь нормальную, более-менее классическую. Все. Это единственное. Собраться на первое сентября. Реально, друзья, посмотрите. Вот магазин, так и называется, по-моему, с первого сентября. Нет, свой стиль называется. Свой стиль. Ну и где ваш стиль, интересно? Нам одежду из лимитированной коллекции Шелби. Что? Здесь есть еще какая-то такая коллекция? О, я понял. Вы те самые клиенты. Тут отдельно какая-то коллекция? Ладно. Я пошел тогда в развязочку. Принесете, принесете, посмотрим. Слушайте, это их магазинчик, видимо, какой-то. Так, а я могу, получается, попрощаться? Попрощаться с этими грязными вещами? Я бы еще отпинал бы эти вещи дурацкие. Ну ладно, я жду Шелби. Джон Шелби. У вас пакет с одежды. Неси скорее, я начинаю замерзать уже здесь. Ничего себе, друзья. Оказывается, магазинчик-то, ну, прикрытие, можно сказать, да? И сколько они, интересно, платят за эту одежду? Ладно, посмотрим. У них, оказывается, для меня что-то было. Я еще хотел выбирать. Думаю, сейчас выберу, посмотрю. Нет. Нет, друзья. Оказывается, все намного проще. Они уже меня решили переодеть. Джон, давай сюда. Я готов принять. Мне ж хочется уже посмотреть, что это такое. Что вы там для меня приготовили? Забираем, друзья, этот пакетик. Забираем, забираем. И посмотрим. Надеваем. Опа! Вау! Друзья, честно сказать, мне нравится. Единственное, только сейчас 2021 вроде бы год, да? Но он отправляет тебя прямиком в 1920 какой-то. Особенно вот эта вот цепочечка, да, на жилеточке. Она тебя отправляет прямо в прошлое. Но при этом сейчас, друзья, прохладно. Да, осень. Скоро все пойдут в школу. А мы уже к зиме готовы. У нас есть пальтишко. У нас есть перчаточки. Более того, голова не замерзнет. Потому что у нас есть вот такой вот замечательный, друзья, берет. Который закрывает нам всю голову. Только не уши, конечно. Но в любом случае, друзья, выгляжу я солидно. Не знаю, лучше ли прошлой одежды, да, которая у меня была. Но в таком одеянии мне приятно находиться. На самом деле. Очень приятно. Старую одежду, я уже сказал, еще раз бы отпинал. Но теперь я выгляжу совсем иначе. Теперь я уже действительно из семьи Шелби, так сказать. Ну что, Джон, что скажешь? Как я выгляжу? Так ты лучше. Серьезно? Но мне тоже нравится. Мне тоже, честно говоря, нравится. Вопросов тут нет. Поэтому оставляем. Стал красивее во много раз. Готов ли я увидеть невероятное место? Да, да. Ты мне обещал что-то показать. Пожалуйста. Секретная, лимитированная одежда, друзья. Ну будем знать этот магазинчик. Это магазинчик лично Шелби. Видите? Ну, они тоже под себя его, получается, подмяли? Договорились, наверное, да? Что одежду они будут сюда приобретать. Здесь. Я так понял. Здравствуйте, гости дорогие. Вы что-то, может быть, хотели? Скажите, пожалуйста. Теперь я уже не тот человек, кем был. Теперь я всего лишь Макс Шелби. Макс Шелби. Звучит вроде неплохо. Все, сажусь. Ребят, нужно ехать. Извиняюсь, нужно ехать в срочном порядке. Джон, тебе спасибо, что приодел меня. Это действительно дорогого стоит. Теперь я не похож на гребаного бомжа. И мне кажется, даже Сус меня не узнает. Я вообще забыл про Суса. Уже. Реально, я погрузился в эту жизнь. Здесь отлично выглядишь, Макс. Спасибо. Спасибо большое. Я так понимаю, что мне придется и фамилию. Блин, мне вот эти перчатки нравятся. Смотрите, когда я говорю, я вижу вот эти вот перчатки. То есть я теперь, нигде в случае чего, а мы находимся в криминальном мире, не забывайте, не буду оставлять следов. И это очень круто. Неужели теперь этого запаха нет? Все, все, все. Хватит проезжать. Забудьте, пожалуйста, этот день. Забудьте конкретно тот момент, когда я был в одежде бомжа. Все, больше этого нет. Теперь я могу смело ходить по улицам с гордо поднятой головой и говорить, что я из семьи Шелби. Ведь мы должны себя популяризировать теперь. Да? Показывать всем, кто мы такие и что мы серьезные ребята. И они это умеют делать. Они могут. У них есть стиль свой. И мы будем, естественно, под этот стиль равняться. Вот мне чем нравится семья Шелби, так тем, что у них есть секретные места. По типу магазина одежды, да, в котором они одеваются в Южном. Моего дома. Не знаю, почему он был секретный. Мешок на голову мне надевать. Самый качественный костюм. Спасибо. За костюм я действительно благодарен. Мне очень приятно. Еще какое-то секретное место едем. Ты думал, у нас только Роллс? Посмотри тогда на это. В смысле? На что посмотреть? Ого! Джон! Только не... Не говори мне, что это все ваше. Ты серьезно? Это ваши тачки? Невероятно. Еще и без номеров. Посмотрите, стиль. Стиль. GTR. Кадиллак. Гранд Широке. Феррари. Обалдеть вы вложились. Вот это тача, конечно. Вы, конечно, молодцы. Это получается... Это ваш дом? Это ваш особняк? Это ваше? Охренеть. Вот вы где обитаете, оказывается, а? В элитном комплексе. Друзья, я аж просто голову потерял от удивления, честно говоря. Но это еще не все. Пройдем вовнутрь. В смысле? В смысле это еще не... Ты хочешь сказать? Джон, честно, что вот эти вот машины... Вот эти машины, которые мы сейчас видим... Это только часть? Серьезно? Ну а где тогда остальные? Если не секрет, конечно. Пойдем вовнутрь. Блин, Джон, серьезно? Я... Честно, я просто голову потерял от того, что я вижу. Ты еще хочешь сказать, что у вас внутри... Внутри... Внутри машины? А ну-ка, друзья. Посмотрим на это. Охренеть. Серьезно? Сколько? Сколько здесь денег? Вот это гараж. Вот это, я понимаю, помещение. Не какие-то бункеры там непонятные. Какие-то старые подвалы, да? Но что это? Что это все? Наши авто. Джон, это невероятно. Это то, с чего мы начали. Их стоимость сотни миллионов. Нравится? Блин, Джон, да еще бы! Конечно! Это невероятный автопарк. Сколько я был в криминальном мире, друзья? У нас такого автопарка не было. Вы прекрасно помните. Я ездил на гребаном черном рапторе. И... И как у вас тут правила пользования машинами этими? Это получается вот так вот приходим. Посмотрите, все какие дорогие. Они все дорогие. Нет ни единого дешевого авто. И само помещение. Чего только стоит, друзья? Посмотрите. И они здесь тусуют. И они на втором этаже ходят. Бутылки уже в руках. Ничего себе. Никаких. Можешь пользоваться. Любым авто. Уже? То есть... Вы серьезно? Я только что вчера сидел. Друзья. В метро. В этом техническом помещении. Как крыса. А сегодня я имею вот такую вот одежду. И в распоряжении все эти тачки. Это невероятно. Джон. Спасибо. Спасибо тебе. Я постараюсь не подвести. Я просто вынужден теперь работать. Я буду пахать на них. Чтобы сохранять эту позицию, друзья. Чтобы это все. Чтобы этим всем пользоваться. Чтобы здесь жить. Это очень круто наверх. Пойдем. Пойдем. Покажем, что наверху. Обалдеть. Вот это, друзья, красота. Мастерская здесь же. Да все. Пожалуйста. Все здесь. Сколько вбухано денег, друзья, сюда. Чтобы это вообще существовало. Это здорово. Стоковые тачки. Которые можно, естественно, будет тюнинговать под себя, друзья. Я думаю, что мы этим тоже обязательно с вами займемся. Обязательно. Вот сверху вид. Красотища. Просто невероятно, друзья. Они здесь отдыхают диванчики, чтобы наслаждаться видом этих прекрасных тачек. И обсуждать, друзья, какие-то важные делишки. Вы посмотрите только на это. Класс. Это невероятно. Бар, заполненный алкоголем. Но за это можно и виски, наверное. Да? У нас нет. А я еще бомжик пока, ребят. Вы извините, пожалуйста. Но еще один глоток. Я пока не могу. Я пока не могу. Потому что я все это увидел. Но денежки пока не увидел. Надеюсь, они меня обеспечат. Да? Денежками изначально. Но это здорово. Это очень здорово. И теперь я действительно... Извините, конечно. Я понимаю, что это, скорее всего, место Томаса. Да? Но я могу, пока его нету, вот так вот сесть. Как батя. Просто как батя. И наслаждаться вот этим видом, друзья. И это действительно. Это острые козырьки. Это новый криминальный мир. И все то, что вы видите, друзья, происходит на первом сервере Радмира Криминальная Россия. Обязательно сюда приходите по ссылочке в описании, если еще не играете. И не забывайте вводить команду Slash MN, где вы сможете ознакомиться полностью с игрой. Также не забывайте про одиннадцатый пункт. Вводите капсом MaxDeep. И по достижению четвертого уровня получаете от меня денежки. А я же, каждого из вас, благодарю за просмотр. Если понравился ролик, обязательно не забывайте проставить лайк. Я всем желаю удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok